Почти 4000 детей отдохнут на территории Сургутского района этим летом. Отмечу, что в муниципалитете во время каникул будут работать 36 лагерей. К слову, два из них с круглосуточным пребыванием детей в Рускинской и Лямино. Готовы ли они и какие еще направления для детского отпуска предлагают родителям, расскажет Анастасия Петрова. Лето с пользой. В Сургутском районе проходит завершающий этап проверок детских лагерей. Отмечу, в этом году на территории муниципалитета отдохнет больше 3,5 тысяч детей. Откроются 36 локаций для отдыха подрастающего поколения, 21 из которых на базе образовательных учреждений. В летний период мы открываем 36 лагерей организаций отдыха с охватом 3832 ребенка. В том числе на базе образовательных организаций открывается 21 лагерь. Три лагеря труда и отдыха уже традиционно у нас каждый год открываются, очень востребованные направления. Открываются у нас в этом году два круглосуточных лагеря. В прошлом году работал у нас этот же лагерь на территории Рускинской, Картохи, Навыки Будешево. В этом году мы открываем еще один лагерь в Лямино. Отмечу, чтобы дети смогли посещать лагеря, помещения должны соответствовать установленным требованиям по эпидемиологической, пожарной и антитеррористической безопасности. Для того, чтобы в этом убедиться, с середины мая сотрудники МЧС совместно с представителями администрации Сургутского района проверяют организации на соблюдение обязательных правил. Проверка у нас организации отдыха началась 13 мая. Буквально каждый день мы выезжаем в члены комиссии. Это члены МЧС, это члены общественного совета, это учреждения здравоохранения и представители департамента. Условия просматриваем безопасности детей, санитарно-эпидемиологические, соответствие пожарной безопасности, антитеррористической безопасности. И, естественно, по вопросу медицинских справок, медицинских документов, по поводу вакцинации кори очень актуальный вопрос, у сотрудников лагерей. К слову, в муниципалитете есть лагеря, которые не впервые примут ребят. Так, например, детская локация для отдыха в Русскинской под названием «Картохи» с успехом работает уже несколько лет и является одной из наиболее популярных в регионе. Для подрастающего поколения проводят смены разной тематической направленности и готовят насыщенную программу. В этом году в работу лагеря внесли некоторые изменения. Теперь здесь будет проходить только первая смена. Остальные переместятся в Лямино. К лагерю мы готовы. Вожатые уже готовятся с прошлой недели, репетируют все концертные программы, которые будут показывать детям. На следующей неделе мы уже заезжаем, начинаем активную подготовку для встречи детей. Также в этом году больше 800 детей отправятся на отдых за пределы региона. Путёвки приобрели в лагерях Краснодарского края, Свердловской и Тюменской областей, а также Республики Башкортостан. Подать заявки на детский летний отдых ещё возможно. Документы ждут на сайте Госуслуг или лично в офисе МФЦ. Анастасия Петрова, Сургут, 24.